Сначала небольшое объяснение, почему здесь находятся россияне. Россияне сегодня здесь, на Times Square, чтобы высказать свою поддержку. Поддержку в борьбе народа Украины против агрессивной войны Путина. Эта война продолжается уже второй год, сегодня 24 февраля, вторая годовщина после начала полномасштабной войны на территории Украины. Украина является живым счетом. Живым счетом, который защищает Европу и который в том числе защищает людей здесь, в США, от агрессивной политики Путина. Почему важно поддерживать Украину? Потому что только борьба Украины против преступного режима Путина может как-то пошатнуть его мертвую хватку, которую он держится за власть России. Поэтому россияне, которые хотят как можно скорее закончить власть Путина и его оккупацию в России, должны поддерживать Украину. Что делать? Вот какие-то конкретные вещи, которые, там выборы впереди, может быть, какие-то программы на этот счет, какие-то донаты, что? Давайте начнем с конкретных, во-первых, политических действий. Я думаю, что все знают, что законопроект об очередном транше помощи Украины сейчас застрял в Конгрессе США. То, что могут сделать и россияне, и украинцы, находящиеся в США, это написать своим представителям в Конгрессе и в Сенате с требованием поддержать этот законопроект, чтобы эту помощь как можно скорее выпустили, и она отправилась в Украину в виде вооружения, потому что без этого Украине придется очень тяжело. Но это все прекрасно понимают, и эта помощь должна быть оказана сейчас, а не через год, через два. Время сейчас играет на руку только путинскому режиму. А второе, конечно же, это помощь, прямая помощь и гуманитарная, и военная помощь людей, которые могут себе позволить донаты. Что еще можно сказать по поводу проекта о предстоящих выборах? Сейчас самое главное, что люди могут сделать в связи с этим, это написать, опять же, своим представителям и поставить подпись о петиции, о том, чтобы признали предстоящие выборы в России, ну или так называемые выборы, нелегитимы. Почему это важно? Потому что признание нелегитимности Путина после следующих так называемых выборов в России достигнет нескольких важных результатов. Во-первых, это существенно осложнит следующей администрации США, какой бы она ни была, господинканской или демократической. Идея о том, что Украину можно подтолкнуть, заставить, подписать мирные соглашения, которые будут в ущерб Украине. Это первое. А второе, это покажет людям в России, что власть в их стране нелегитимна. Если люди думают, что это и так все понятно, это может быть понятно небольшому проценту населения, но те люди, которые смотрят до сих пор американские фильмы, смотрят новости, следят за событиями, которые происходят в США, несомненно для них это будет важный момент. То, что американское правительство больше не признает власть в России легитимной. И это поможет обществу осознать, что от них требуется тоже действие. Что касается объединения оппозиции, и вот недавно произошла трагическая еще одна веха в нашей истории, смерть Навального. 24 февраля, это у нас два года войны. Все это ведет к тому, что у нас есть антивоенный комитет, у нас есть отдельные личности, которые вокруг себя собирают аудиторию, что они как-то будут больше взаимодействовать, особенно вот эта недавняя история СовБК, что они как-то были особняком. Есть сейчас какие-то тенденции к тому, чтобы было больше объединения? Ну, во-первых, война в Украине – это самая простая, объединяющая, консолидирующая тема для российской оппозиции. Любой нормальный человек не может оставаться безучастным, и эта помощь Украине – это та простая идея, вокруг которой консолидируются любые деятели российской оппозиции. Что касается трагической смерти, а скорее убийства, нужно называть вещи своими именами, убийства Навального, я надеюсь, что это заставит людей понять, что все политические лидеры в России под угрозой. Какие конкретно действия после этого можно принять? Во-первых, требует немедленного освобождения всех политических заключенных. Их жизнь, всегда было понятно, что их жизнь находится под угрозой, но трагическая смерть Навального – это еще одно конкретное напоминание о том, что люди в опасности. Поэтому, да, несомненно, я надеюсь, что это послужит дальнейшим стимулом для консолидации оппозиции ради конкретных действий, как, например, освобождение политических заключенных. Паша, последний вопрос. Мы сейчас поговорили про конкретные действия, а что мы делаем прям вот еще ближе, да, вот прям раз, два, три? Вот это выборы, это вот эти митинги, акции, то есть они действительно приносят какую-то пользу, людям стоит сюда приходить, потому что есть такое мнение, что вот, ну, что я там, я за границей, я не знаю, что делать, ну, акции все равно ничего не изменяют, или это действительно делает что-то? Очень простое объяснение, здесь никакого новшества с моей стороны не будет. Люди в России внимательно следят за тем, что россияне за рубежом делают или не делают. И то, что люди выходят на митинги в свободных странах, несомненно поддерживают людей, которые находятся в России. Здесь нет никакого сомнения. Если люди перестанут это делать, это послужит еще одним сигналом россиян, которые находятся внутри России, что всем наплевать, все пропало, и это будет серьезным демотиватором. Поэтому очень важно выходить в странах, там, где люди могут это безопасно делать, для того, чтобы не только высказать свое мнение, но и поддержать россиян внутри России, которые, к сожалению, такой свободы не обладают. Даже тогда, когда у нас нет каких-то важных дат, это можно делать с различными акциями. Здесь по воскресеньям, здесь по субботам. Я сейчас говорю про Нью-Йорк, непосредственно, где мы находимся. Потому что сообщества постоянно организуют эти акции. Спасибо. Абсолютно. Это очень важно поддерживать. Такие акции проходят не только в Нью-Йорке, но и более чем в 18 разных городах США. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Спасибо. 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 . Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...